Вероятность сниженного настроения очень высока, потому что это одна система, то есть лишний вес идет от негатива внутреннего. Есть напряжение, оно сковывает человека, есть обида, она дает воспалительные процессы, а плохое настроение дает лишний вес. И вот это скопившееся плохое настроение мешает уже побеждать судьбу, это надо сочетать, значит, постом, молитву для того, чтобы повышать себе силу настроения, потому что пост, он энергию солнца в человека вводит и дает настроение, то есть пост, потом дальше, но надо проверить, что именно у вас выходит из равновесия. Если обида идет сильная, то тогда... Обида нет, в том, как ты и делаешь, что я прошел после покаяния, у меня было покаяние. Хорошо, обиды нет, значит, чувство безысходности, что вы не можете его вернуть, тогда длительное движение, если этого тоже нет, тогда, если снижается настроение, там, все в отчаянии, там, ну, снижение настроения, депрессия, чувство, ну, чувство такое, что все плохо, тогда пост, молитва, это первое, что надо делать, молиться лучше всего под голос хора, там, или святого какого-то, потому что, когда действует плохая судьба, то человека, ну, молитва, это память о Боге, если человек во время молитвы думает только о Боге, то он побеждает судьбу, а если во время молитвы на подложке идет память о мужа, там, то это молитва бесполезна. Нет, я это как раз слышала, знаю, нет, у меня как раз настроение сейчас, когда он ушел, оно как раз поднялось. Ну, если вы все это понимаете, то тогда просто мы молимся, и первая стадия побед над судьбой, спокойствия в сердце, вторая стадия влияния, на стадии влияния, вы можете с ним общаться нормально, вы можете взаимодействовать, у вас доброе отношение к нему, и тогда уже начинается влияние на человека, которое ведет к возврату. Ну, что касается общей ситуации, если говорить о судьбе вашей, то по судьбе было положено, что вас могут бросить. Вот, если говорить о вашей вине, то я думаю, что большой вины какой-то нет никакой, просто здесь работала судьба. Если вы говорите, что человек считает, что Бог ему сказал, это естественно так считать, потому что есть шесть врагов человека. Это разделение, которое дает человеку неправильное восприятие мира, гнев, который забирает память о всем хорошем, жадность, которая человека в рамке напряженного существования отнимает свободное время. Это тоже враг человека, иллюзия, когда человек выпивает злоба или зависть и безумие. Шесть врагов человека, первый враг это вожделение. То есть это сила, которая забирает разум. И то, что человек уверен, что ему Бог дал другую девушку, это означает влияние этой силы. И с этим ничего не сделаешь, сплошь и рядом. Человека бросил жену, его отшибло от детей сразу, от семьи. То есть он как в мультике этот... И духовных расставок, которые он не слушает. Конечно, потому что так действует вожделение. Это Кай и Герда, вот этот мультик, посмотри, там «Снежная королева», человек холодным становится, ему уже ничего не интересно. Так вожделение действует. И надо это понимать, но при этом не надо ничему удивляться, надо просто в молитве принять, успокоиться и ее побеждать. Первая стадия – спокойствие в сердце. Вторая – влияние. Третье – у человека начинает в голове все трезветь. Но если говорить о перспективах, то если вы промаливаете все, то вероятность его возвращения колоссально высока в вашем случае. Ну, потому что многие факторы в вашей духовной жизни совместной и то, что судьба все-таки не такая тяжелая, и то, что вы, в принципе, ни в чем особо перед ним не виноваты. Потому что есть такой феномен – седина в голову без ребро. Вот я это как раз и хотела. Это феномен для всех мужчин. У меня есть один знакомый. У нас 50 лет будет, да. И он мне докладывает обстановку. Говорит, нормально жили с женой. Но вот сейчас что происходит, говорит, со мной. Вот лезут в голову молодые девушки. Они смотрят, улыбаются, как бы. И у меня просто раздирают мозги. Я хочу вторую жену себе взять. Вот. И я ему объяснил дальше, что из этого получится. Он начал скрипеть зубами, короче. Ну, и вот прошло три года, и он как-то понемножку с помощью молитвы, аскез, слушания лекций, он как-то в себе это потихонечку начал переваривать. Ну, а как много таких мужчин, которые вот так вот способны слушать лекции, аскезы совершать, что прямо вот все подряд? Конечно, нет. То есть большинство, жена стареет, девушки вокруг молодеют. Вот. Ну, то есть, девушкам, допустим, замуж выйти на 15 лет старше вообще не проблема. Поэтому вот этот вот феномен такой, как бы, опасности, он существует. И единственное, что может задержать мужчину, это когда женщина выводит семью на самосовершенствование. То есть, само собой, это духовная практика. Совесть у мужчины тогда включается. Он не может бросить. Потом дальше. Само по себе, если семья идет самосовершенствованием, то ценности человека возрастают. И вот эта ценность наслаждения женщины у мужчины, она не такая высокая уже становится. Он начинает какие-то более высокие ценности воспринимать как главные в своей жизни. И так далее. Вот это, ну, как бы, уход мужа из семьи, это именно показатель того, как женщина развивает семью. Если она развивает сильно, то муж останется. Если нет, то уйдет. Ну, то есть, это экзамен, который надо сдать, но, ну, как бы, как говорят, сражение только началось. Ну, и ладно, вы не можете сейчас об этом мне не рассказывать. Я вам другую сейчас вещь скажу, что я вижу эту женщину хорошо, и вашего мужа, и могу вам сказать точно, что у них нет ни таких шансов даже на два года вместе остаться. Ну, то есть, ее уже отшибает от него, он в нее встрюхался по уши. И это всегда, вот когда тянешь человека на себя, это всегда вызывает соответствующие ощущения. И у нее уже появляются эти ощущения, она уже начинает с ним себя вести раздраженно. Уже ставит его на место, ведет себя не так, как вы. В общем, я не вижу там перспектив. Но вопрос заключается в том, что он будет делать после того, как он от нее уйдет, а что произойдет однозначно и бесповоротно. Поэтому, ваша задача сейчас пройти две стадии победы над судьбой, спокойствие в сердце и очищение вашей нити, связи, надо пройти раньше, чем у них разрушатся отношения. Если вы это сделаете, тогда его потянет к вам. Если не делаете, не сделайте, то, ну, как бы... Нет, я все, да, я слышала, спасибо вам большое. Да, я поняла, спасибо. Одно могу сказать, что он по факту полностью от вас не ушел. Так он и сказал, если Господь не скажет, я вернусь. Да, он полностью от вас не ушел. Его концептуально он не решил этот вопрос. Он просто вот втрюхался по-русски сказать. Конечно, никаких разводов, молодец. Я сказала, что как бы нет. То есть я не имею права, почему ты не хочешь, а вы объясните ему, что брак дает Господь. И я следую его правилам. Ну, то есть, что значит палки в колеса? Вот мне Господь дал что-то, я это сохраняю. Все? Ну, я так и сказала, он, конечно, расстроился и перестал вообще пока еще молчить. Это то, что он расстроился, это хорошо. То, что он молчит, это прекрасно. Потому что он из вас разводиться не хочет. Поэтому я говорю, концептуально вопрос не решен. Потому что он не может перешагнуть через совесть пока еще. Хотя и выдумывает, там сочиняет всякие истории. Но он через совесть перешагнуть не может пока. И это очень хорошо. Поэтому я и говорю, что все пока идет в вашу сторону. Спасибо вам большое. Ну, а вы должны понять, вот это само лазение по сайтам знакомств. И указывает на состояние человека, который дошел до определенного возраста. Вот об этом я и говорю. Причина в этом, что кризисный момент в жизни мужчины наступил. Надо попробовать другого женского тела в этот момент. Там ничего разностороннего нет, все одно и то же. Только в другом исполнении. Поэтому как бы просто хочется человеку. Он не развитый просто. Если бы он был разным. Это потому что мы были только первые. У нас даже не было ни с кем отношений. Понимаете? Это еще лучше. Понимаете? Это еще лучше. Это еще лучше. То есть у нас наловленный брат настолько, что для меня это просто Богом показывает. Это еще лучше. Тогда надо мультик посмотреть. Про мужа, который там ругал жену все время. Как называется? Потом он ушел. Она там из него начала веревки вить. Потом вернулся к жене. А ты у меня дура, говорит, все время. Не помните мультик? Плохая жена, что ли, называется? Да? Мне муж как-то немного. Я не помню. Она такая веселая вся рядом с ним, счастливая. Он такой ругает постоянно. Но потом назад вернулся. И он в конце мультик тем закачивается. Он говорит, ну и дура же ты у меня. Потом подумал, говорит, да может быть и я дурак. Мозги начали работать, короче. Все нормально. Дорогие друзья, хочу вам сказать, что очень важно подписаться на мой официальный канал в YouTube. Поставить лайк, комментарий, задать вопрос. Мои помощники обязательно ответят вам. А также очень важно поделиться этими лекциями с другими людьми. Потому что таким образом вы поможете мне в распространении знаний по всему миру. По молитве? Ну, спрашивай. Я молилась давно, ползал мата. И два месяца назад она пристала. И непонятно. Меня очень сильно это испугало. Вот, рассказывай, что началось. Я молилась час. Обычно все это слышала. Я думала, да, ничего. Я молилась час. Но молитва была необыкновенная, чистая, светлая. Я была вся в молитве. Но после молитвы, в целую неделю я ложилась и у меня как-то дыхание останавливало. Я сердце не прошла, потому что не пугала. Сильно, сильно плавала. Вот. Что это такое? Вот это, знаете, что такое? Это наступил плохой период. И пошло статическое напряжение расти в организме. Вот когда сильно поднимает статическое напряжение, надо кроме статики еще делать и воду. То есть надо в бассейн начать ходить. В бассейн ходить по часу и не оставалось. Да, то есть когда общее статическое напряжение копится, надо сразу водичку отмыкать и понять, что это плохой период идет. Он на вас валится сейчас. И он будет валиться еще месяц-полтора, и все пройдет. Просто этот плохой период, он влияет на здоровье в основном. Бывает, что в отношении идет, бывает, что в работу, а у вас здоровье пошло. И то, что просветление, вот это вот, это Бог просто перед плохим периодом вам дал поддержку, дал энергию свою. Ну, а в целом, вот вы узнали, что есть плохие периоды, и вы сейчас на фоне аскез своих встретились с этим плохим периодом. У меня такой тоже феномен был. Я уже бегаю по 17 километров много лет. У меня два раза в жизни было, когда я не пробежал 17 километров. Я бегу, и у меня начинает пульс повышаться свечкой. Два года назад, в августе. И я такой, опа, а я ждал этого, потому что я знал, что у меня плохой период начнется скоро. И я к нему готовился, я знал, что будут лишения какие-то у меня. Порабатывал эту тему, но я не знал, откуда именно придет. Потому что бог, он такой изобретательный, он может с разных сторон. У меня прилетело от моих помощников, они там начали против меня заговор готовить. Соцсети переписали мои на себя. Начали проект у меня мой отнимать, там, духовный. Ну, и так далее. То есть, там, много веселого произошло. Но перед тем, как это происходило, за две недели, вот как можно определить, когда судьба плохая начинается, можно определить, когда ты делаешь аскезы. То есть, я во время пробежки увидел, что у меня обычно пульс, вот я бегаю, там, 135-140. Но вот сейчас месяц, уже 30 тысяч километров налетел за месяц. Это очень много, за месяц очень много. У меня где-то 60 тысяч за год получается, а тут за месяц 30 тысяч. Вот. И, ну, естественно, организм перенапряжен, поэтому вот здесь, в Питере, во время пробежки у меня средний пульс был 142. Это для меня считается очень высокий. Вот. Ну, кто бегает, знают, что 142 обычно это нормально, а даже 150 нормально. Вот. А у меня 135 средний пульс. Ну, вот сейчас 142. Но когда я тогда бежал два года, у меня поднялся до 180. Свечка пошла так. Ммм. А я для себя сделал такое правило, что если 180, то я останавливаюсь. Я дальше не бегу, потому что не всегда ты можешь блок пробить. Вот он пришел, плохой период пришел в твою жизнь, и дальше надо быть осторожным. Ты аскизы не всегда сразу можешь пробить. Я за несколько пробежек пробил этот блок, но я уже знал, что раз такая песня прилетела, значит, все началось. То есть зеленая ракета как бы уже выстрелила, и через день деле как бы пошла жара. Мне там прислали письмо с угрозами, мои помощники, что если ты вот нам как бы не подчинишься нашей воле, не будешь там нам все деньги с поездок отдавать, там не будешь делать то, что мы тебе скажем, станешь бизнес-тренером, будешь большие бабки зарабатывать нам половину, там и так далее. Вот эту муру всю как бы я почитал, вот. Ну и думаю, допустим, что будет, я как бы, бог меня защищает. Мы там новые соцсети завели, я здесь другую команду сделал, там, и все, прошел все эти этапы позора, там, дискредитация. Начали меня там везде дискредитировать, где только можно. Вот, фестиваль отняли, потом много чего произошло. Вот, ну я все делал как надо, и стресса было тяжело, но стресса не произошло. Вы же видели, я лекции читал, как обычно. Вот, стресса не произошло. То есть все знание, опыт дал возможность. Но я испытал на себе тяжесть этой судьбы, потому что у меня и по левой руке линия жизни в это время прерывается, и по правой руке. Когда по обоим рукам прерывается, обычно астрологи говорят, что как бы, ваши песенка спета. Вот. Но, как бы, у меня, она потом линия жизни, она пошла в аскезу, то есть она в бок ушла, и через аскезу я, как бы, в результате выжил. Но так все, как бы, было к тому, что шло, что выдержать это невозможно, когда тебя на всех сторон навалились, все тебя не любят, все хотят тебе зла вокруг. Вот так бывает. Поэтому судьба, это такая штука, она испытывает человека, и я вот прошел это испытание. И вас тоже, видите, так, оп. Если будешь молиться, то умрешь. Это так судьба действует тоже. Это пятый слой поражен по статике, пятый слой поражается, духи злые начинают действовать. У меня тоже недавно было, я в Америке переутомился, после перелета сплю, и у меня психика ослаблена. И такое, как бы, чувствую, перегреваюсь, как бы, во сне. Когда человек перегревается, может, злые духи начинают делать. И такое, я смотрю, такое, ну, лицо передо мной такое. И какие-то угрозы там пошли, да ты там, то есть все, пятое, десятое. Я такой, а я во сне умею себя вспоминать. Я научился в молодости, там, по Кастанеде занимался. Научился во сне. Я такой себя вспомнил во сне. И такой, да блин, ты че тут это? Как бы, ну, я понял, что злой дух решил на меня повлиять. Как на него наехал, как за ним погнался, там, короче, бедный, там, не знал, куда бежать. В общем, это, ну, разозлился сильно. Думаю, нифига себе, ты на кого вообще наехал? Как пошел на него, как бы. Вот. Ну, а вообще, вот это, видите, возможно, человек чуть-чуть слабеет, и злые духи сразу включаются. Женщины, конечно, так не могут, у них не боевой дух. Но надо просто о Боге вспоминать, и все. У меня вообще был случай. Я лежу, это мне было где-то 23 года. Я лежу, сплю. И во сне вижу над собой вот такую круглую злую морду в небе. Ну, на Шкальт Кашпировского похоже. Такая, такая, гипноз такой. И я смотрю, вот здесь, вот прямо вот отсюда, какая-то сила пошла, и он из меня как будто жизнь вытягивает, вот так вот. И меня над кроватью подняло. Похоже, только чисто психическое тело. Но у меня такое физическое ощущение было, что меня подняло полностью. Ну, похоже, что-то я до сих пор не понял полностью, не полностью. Вот. И я смотрю на него, а я потом понял, потому что, когда я начал ведоизучать, оказывается, у нас во Вселенной есть две планеты невидимые. демонические. Раху и Кету. Это по описаниям на Раху похоже. И я увидел, и смотрю, у меня жизнь прямо вытягивает из меня. А это как раз было перед началом, когда я лекции начал массово читать. Буквально перед вот этим временем. И я такой смотрю на него, и у меня мысль такая, а меня Бог защищает. Мысль просто. Пришла и сразу бац, и я упал. Моментально. То есть, надо всегда вспоминать Бога. Их отру обрубают, они ничего с человеком вообще не могут сделать. Классно-классно. Да, как бы не надо его вообще беспокоить. Просто молитесь дальше. То есть, у вас, смотрите, что? Вы первую стадию прошли, у вас спокойствие в сердце. Вторая стадия пройдена. Это 66% побед над судьбой. То есть, вы вторую стадию прошли, полностью уже очистили. А в третьей вы начали чуть-чуть, только вот чуть-чуть только вы в третьей стадии. Я на нее перешла. Просто вот чуть-чуть вы перешли на третью стадию. Там перед каждым кругом судьбы такое ощущение, как будто ты заново начинаешь. Вот первую стадию прошел, такое чувство, что все, уже вернется. Потом раз, помолилась еще, чувствуешь опять что-то тяжело. И у тебя уже раньше, если ты когда молилась, ты думала о том, что тебе тяжело. Потом резко начинает тяжело становиться между вами. То есть, вот это ты чувствуешь отношения. То есть, себя уже ты не чувствуешь, у тебя там все нормально. И вот пересчелк на второй круг судьбы начинается потом. Как заново все ты начинаешь. И это, как говорят, через 3-9 земель. Это же все иносказание. Три, вот эта цифра три, она означает три круга победы над судьбой. И вот человек первый прошел, у него легкость сердца. Потом заново опять все начинается. Второй круг прошел, опять, как будто все нормально. И на третий пересчелк у вас уже произошел. И как только пересчелк произошел, все, у него сразу же начинается... А вот эти надо выключить, вот эти вот передние, они мне мешают. А вот эти сзади нормально. А вот эти вот... Передние не включили. Не-не, вот эти вот, они тоже мешают. Ага, ага, отлично. У меня же видно, сияние есть? Все? Отлично. Далеко мое. Да? Ну, главное, чтобы это было, а то, как бы, никто не поверит. Вот. Видно, да, нормально все? Ну, все. Вот. И у вас, как только пошел третий круг, и сразу, видите, как бы, ему много не надо. Вы только на третий круг пошли, пошли, он уже оставь меня, я не могу, меня к тебе тянет. Не трогай меня. Что же мне теперь делать? То есть, вы его уже все, как бы, ой, иди сюда. У каждой женщины на своего мужика есть право. Но судьба это право отнимает. Это как грабеж, понимаете? Если ты Богу молишься, то вот сейчас она вернула себе свое право, и так его, иди сюда. И он, ой, меня к тебе тянет, не знаю, что делать. Это значит, что? Значит, все нормально у девушки. Она просто и все. Никуда он не денется. И у меня вот вчера, я не догадываюсь, как ты принимаешь, у меня была благодарность. Да, благодарность, да, хорошо. Почему? Все хорошее вспомнило? Отлично. все это право. Ну, я говорю, не важно, буду ли мне этот блок решить, я говорю, я готова, молодец, молодец, молодец. Молодец. И жена тоже говорит, прости, я виновата, я никогда не говорю, что ты виновата. Говорит, ничего ты не виноват, ты молодец, все классно. Когда человек делает шаг навстречу, надо два шага ему навстречу. И тогда все нормально будет. это правильно было, потому что после сентября уже невозвратная зона идет. Вы успели, справились, все нормально. Видите, какие у меня тут тренированные последователи это все. Убеждачный. Молодец. Все? Не, не, вашу нет. Вы на нее молитесь? Давай. Давай. Вы понимаете, почему. Давай, но вы должны быть подчиниться моей воле. Да, классный икон. Все, вот теперь это моя икона, и я вам ее дарю. Спасибо. Вы будете меня вспоминать, Маленька? Спасибо. Я почему так сделал, потому что ей это будет гораздо важнее. У меня иметь ту икону, которая ей очень дорога. Понимаете? То есть она, это двойная сила уже, то есть Бог ей дал такую защиту. Она мне очень дорога. Вот, и теперь вы уже знаете, что это моя икона, все нормально. Спасибо. Ладно, мои хорошие, по молитве у нас сегодня, по поведению судьбой, хорошие вопросы начали мы. У нас все идет хорошо. Ну вот вы, девушка, давайте. Тоже давно меня слушают. Как вас зовут? Елена. Елена, она всегда приходит, Елена, на мои лекции. Алина, скажите, пожалуйста, подразумевшись Богом, и в молитве почувствовать, что какую часть дохода отдавать, ну, разницу из доходов отдавать сюда пожар. Это несложно. вот допустим, вы, допустим, там есть есть жадность, есть опасность, есть спокойствие. Допустим, ты, когда отдаешь, пытаешься пересилить жадность, преодолеть. Жадность надо строго. Ты пересиливаешь жадность. Когда ты пересиливаешь жадность, отдаешь, допустим, ты видишь, ну, отдал, сколько ты, чувствуешь опасность. Значит, много. там есть зона спокойствия. отдаешь, жадность победил, опасности нет. Отдал, сколько ты внутри, спокойствие. Вот это и есть золотая серединка. А вот опасность, я, жадность непонятно, что, по-честному, опасность? Опасность это ощущение, что я, как бы, ну, такого бескорыстия не переварю. Буду, допустим, вспоминать, что я слишком много отдала. Вот это тоже неблагоприятно, знаете, это называется пожертвование в невежестве. Ты отдал, а потом страдаешь, будешь. Поэтому лучше отдать столько, сколько ты не страдаешь, спокойно можешь отдать. И вот столько надо жертвовать. Богу нравится, когда мы искренне все делаем. Но сама возможность жертвовать, она, это, знаете, как мышцы тоже, в молитве, как девушка взяла, мужа притянула, как бы, и он говорит, я что-то не могу, надо к тебе возвращаться мне. Она говорит, да, ну, как хочешь, можешь возвращаться, может, нет, а сама, ну, иди сюда. Вот, правильно, так и нам делать. Так и здесь тоже, вот, когда, человек жертвует, то у него увеличивается сила. Как это? Сила, это двоякая. Это не в односторонней силе, она двоякая. То есть, ты жертвуешь, и ты должен жертвовать столько, сколько тебе комфортно, до тех пор, пока ты не увидишь, что Господь откликнулся на это, и дает тебе больше денег. Ты жертвуешь больше. Какой-то, опять, Господь откликается, дает больше денег. Ты жертвуешь больше. Как одна девушка вчера мне спрашивала, Олег Геннадьевич, сколько брать за консультацию? Я, если больше беру за консультацию, больше людей приходит, меньше беру, меньше людей приходит. Сколько брать за консультацию? А больше, когда беру, мне стыдно. Я говорю, не имеет значения, сколько тебе брать за консультацию. Имеет значение, сколько ты после этого будешь отдавать Богу. Потому что иногда Господь испытывает, и потом это испытание может привести к проблемам серьезным. Человек нас может деньгами испытывать, он большие деньги даст, и если ты как бы к Богу назад не возвращаешь, то дальше все это превращается в гнев, жадность и вожделение. Все твои деньги превращаются в врагов, которые тебя потом тушат. Гнев, жадность и вожделение это 3,3 врат в ад. 3 двери в ад. когда человек не знает, что деньги, власть и слава это непреодолимые силы, нет в человеческом существе способности справиться с этими энергиями. Их надо просто использовать в служении Богу. Слава означает популярность, надо ее использовать в служении Богу. Деньги надо использовать в служении Богу. Власть надо использовать в служении Богу, иначе эти силы тебя убивают. Они сжирают тебя на корню. Поэтому, соответственно, здесь все без вариантов, то есть нужно всегда идти этим путем взаимодействия. Человек бедный не может все пожертвовать, надо что-то на жизнь оставлять, он жертвует чуть-чуть и регулярно, потом Бог дает больше денег. Он видит, что ты жертвуешь, Он на тебя надеется. Бог зачем деньги дает, чтобы благодетствие было на земле? Деньги нужны для того, чтобы людям комфортно и счастливо было жить. И Он дает деньги в надежде, что ты этот комфорт людям предоставишь. Но если ты этого не делаешь, ты там себе все гребешь, вот, то тогда Господь дает тебе наказание, и Он таким образом регулирует жадность и уменьшает поток денег. Человек жадничает, он не может уже дальше, и от него исходит неприятное ощущение. Когда человек жадничает, он неприятный, и все, что с ним связано, с его бизнесом, тоже становится неприятным. Когда человек жертвует, он становится приятным. Поэтому, когда человек жертвует, он Богу назад воскрешает, Богу Богову, Кесарю Кесарю. Потому что Бог у Бога свое есть. Ты думаешь, что это твое? А что тут твое? Вот ты говоришь, что это моя земля или мой дом. На этой земле до этого жили люди, после тебя будут жить. А сколько она твоя? Или моя жена, но она не всегда была твоей. Или дети мои, они тоже временно твои. Поэтому все мы временно, а время что-то мы получаем здесь в этом мире. И в конечном счете все кому принадлежит земля, кому принадлежит в конечном счете? Богу. Богу. То есть Он тебе варенду дает, хоть ты и покупаешь это где-то там. У тебя есть права. На самом деле это все принадлежит Богу. И если ты у Бога берешь, ты должен знать, зачем ты берешь. Все, что Бог нам дает, Он дает нам для какой-то своей цели. И эту цель Он нам говорить не будет, потому что Он хочет, чтобы мы развивались. Если бы Он не хотел, чтобы мы развивались, Он хотел, чтобы мы были тупые, Он бы все нам говорил. Как? Чего? А Он хочет, мы же гомо сапиенс. Мы должны развивать разум. И поэтому Он сам догадайся, сам развивается. И вот когда человек пожертвования совершает, то он постепенно, ну, гарантии, которые он своим пожертвования регулярно Богу дает. Бог думает раз, как человек жертвует регулярно, значит, что Он полезный, например. И Он дает больше денег. Это может быть, да, например, в детский дом какие-то души, да? А вот это уже мое хорошее, вы будете изучать сами. Потому что иногда в детский дом пожертвуешь, и там воспитательницы возьмут все ночевые, а не дети. А вот поэтому надо смотреть, то есть лучше всего начинать с того, что просто полный цикл делать. Допустим, если детям детский дом дали, то вы должны им проследить, как приготовят еду на эти деньги и проследить, как их накормят. Вот это называется полный цикл. То есть... Да, но детское питание... Да. Так тоже нормально, да. Ну, проследить, как их накормят этим детским питанием. Ну, то есть надо все следить за всем. Потому что и детское питание может тоже домой себе унести. Тогда Бог вас будет наказывать за это. Как жертвы, это же тоже надо изучать. Это серьезная тема. Одни пожертвования приносят счастье, а другие приносят страдания. Там, я в метро разок Матвея шел, там мужик с табличкой стоял, пожертвуйте на бухло. Ну, пойдешь, ладно, значит пожертвуешь, если на бухло. Он тебе не скрывает конкретно, говорит, зачем пожертвуешь. Вот. Поэтому, и когда Бог видит гарантии, что у человека он как бы хочет жертвовать, он дальше... Он опять больше дает. Потом ты больше жертвуешь. Он еще больше дает. Еще больше жертвуешь. Идет такой обмен постоянный. Вот так это все происходит. А если линии в храмы обманывают? Тоже хорошо. Иногда, иногда хорошо, иногда нет. Но в храм как бы это всегда хорошо. Допустим, священник себе на дом взял, обманул. Тоже хорошо. Но сам по себе обман, факт обмана, это плохо. Потому что этот факт обмана испортит жизнь священнику. Вам-то хорошо то, что вы помогли священнику. А им плохо, потому что он обманул Бога. Поэтому лучше всего, чтобы человек точно знал, когда, куда и зачем. То есть все пожертвования должны быть по назначению. Но можно жертвовать и на жизнь священника, тогда это вообще не проблем просто взять. Ну, иду в храм, иду в храм. Иду в храм, я несу. Ну, это самое простое. Ну, куда она денется, ее съедят в храме. Вот для этого вы и несете. Ну, съедят маняхи, еще лучше. Съедят люди, прихожане, отлично. Собачки съедят, тоже хорошо. Там уже все с Богом связано, поэтому там нормально. С едой проблем нет. А вот с деньгами могут быть проблемы. Поэтому еда, жертвовать еду просто. А деньги уже не просто. У меня один знакомый, он жертвует как деньги? Он сам строит храм. Он прямо участвует в строительстве. Он свои деньги берет и сам на них храм строит. Согласованный с администрацией города храм там, по уже планировке города он строит, но он следит за деньгами сам и строительством занимается. Поэтому в этом случае проблем нет никаких. И у него бизнес сразу пошел. То есть он видит, как это работает. А это может быть часовно, например? Может быть. Может быть, конечно. Это самое, наверное, лучшее, да, что может быть? Ну, конечно, это веками люди будут ходить, молиться, идут по пути, получать от этого. Милость. Просто я уже две недели... Ничего не говорите. Молчи. С Богом. С Богом. Это ваше. С Богом. Мы как бы с ним. Тихо. Сам с собой. Я веду беседу. На самом деле не сам с собой. Вот один человек постоянно мандарины жертвует, носит сам сюда и жертвует, и носит, и подписывает. АПЛОДИСМЕНТЫ Ничего никому не говорили. Очень вкусно, наверное. Да, выбирает же. И конфеты тоже. Такая тема очень многих. Он закрывал. У него здесь было бескресно, значит, и будет легкий от нас в этой семье. О жертвовании? Да. Саша, слышишь? Заказ есть. Кто хочет послушать и пожертвовать? Ну, что-то мало. Вопросы по молитве? Мужчина. Вон, 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 вон. Вон, в клеточку. Мужчина в клеточку. Очень трудно начать молиться. Прямо не могу сказать. Да, потому что у вас на первом слое, во-первых, психический слое, он для начинаний. Он наше включение в отношения с людьми, с этим миром, город, взаимодействие с климатом. Все это первый слой психический. И у вас там на этом первом слое два блока. Динамическое напряжение и токсины. То есть у вас боли не хватает и настроения не хватает одновременно для того, чтобы начать молиться. Вот. И нужно длительное движение делать и интервальное питание. Интервальное питание, это в обед поел, в следующий раз утром. Вот это интервальное питание, оно очистит первый слой от токсинов. А длительное движение достаточно, ну, час почаще ходить, хотя бы по 48 минут, там, 50 минут ходить. Почаще. И один раз подольше. Ну, то есть в 48-50 минут, это уже прочитает первый слой и включает человека на возможности. Если человеку вообще тяжело себя заставить, просто надо понемножку ходить. Каждый день там, допустим, прошелся 50 минут или пробежался 25. И все. И ты как бы включен. Не только на весь день, а ты учишь себя включаться. Прочистил этот блок, можешь уже так часто не ходить. Но это чисто блоки. Человек их путает со своей второй натурой, вы говорите. Я не могу себя заставить, это значит, никогда не могу, это значит, вы такой человек. Но на самом деле, проблема, это блоки. Они все идут с прошлой жизни. Конечно, это часть нашей натуры, но она может уменьшиться, там, в 20 раз стать слабее. Вот это вот, я не могу. Тут чуть-чуть останется, но это будет так, изюминка. Лучше вишенка на торте. А торт это будет, я могу. Спасибо. Ну, вот тут будет другой мужчина, вот в очках. Добрый вечер. Добрый вечер. Спасибо, что помогли прийти. Потому что было очень много сомнений. И даже когда я сюда пришел, первоначально были сомнения, правильные я сделал однозначно. Хотя ваши лекции слушаю уже на протяжении нескольких месяцев. И есть самочувствую результаты. Но помолите. Порядка 17 лет, как бы, порчусь на одном месте. При этом молюсь. И понимаю силы монетрии твои. И понимаю, есть осознание ее последствий. А вы методику вот эту пробовали или три провести вот такой вот? Пробовали это? Да. И все равно не помогает? Не помогает. И самое интересное то, что подымает где-то порядка в три часа ночи. Без будильника, без ничего. А сколько вы спите по времени? Шесть часов где-то. Ну, маловато. Лучше 7 спать. Значит, раньше ложился. Ну, плюс-минус. Тут так самое. И в свое время общался со священнослужителями. Мне один советовал говорить, прочитай Евангелие и говорите, все, пройдет. Будешь спать. Но потом, как бы, вот, выполняя определенные молитвенные правила, я потом засыпаю, ну, буквально на час, на два, и это самое. Последнее время утром бегаю. Но вот эта, как бы, блокировка, не могу ее пробить ничем. Вот, порядка, дохожу до определенного уровня, там, на работе, там, в быту, дохожу до определенного уровня, а потом, как бы, на исходное. Ну, вы смотрите, это динамический блок, вот, когда статическое напряжение у человека, то он тяжело заснуть, он поздно засыпает. А когда динамическое напряжение, то сон поверхностный и ранний подъем идет. И это пробивается длительной практикой бега или ходьбы. Вот, основная сила блока приходится на четвертый психический слой. Это связано с настроением, там, зажатое настроение. Вот, поэтому, говорить, я не могу себя заставить прийти, это с настроением связано. То есть, вы говорите, мне надо себя мотивировать сильно там. Вот это и есть этот блок, который и с утра вас поднимает и дает спать. Вот, длительное движение. Где-то через восемь месяцев вы блок так почистите, и уже он не будет так сильно мешать жить. Постепенно будет налаживаться сон. И будете спать, насколько надо. Это за счет движения, да? Да, длительное движение. Это волевой блок динамический. У меня получается, что в тени я где-то прохожу самостоятельно, не то что по работе, а самостоятельно плюс-минус десять километров. Нет, это вы не понимаете. Нужно непрерывное движение. Вот ты пошел и не останавливаешься. Если ты там прошел чуть-чуть, потом еще прошел, то ты заново чистишь. Вот у вас первые два слоя чистенькие по динамике. А потом дальше уже дремучий вес. Это значит, что вы непрерывно больше часа сорока не ходите. Надо ходить четыре слоя, это три часа двадцать минут. Раз в шесть-семь дней, пять дней надо ходить. Благодарю. Да, хорошо. Вот, тогда будет через шесть-семь месяцев будет результат и у вас будет нормально все наладится. По молитве, по молитве. Все блесты, что-то начинаем за здравие, заканчиваем за упокой всего. Ну вот, девушка. Здравствуйте, Евгений Владимирович. Хотела сначала сказать спасибо от нас всех, потому что вы к нам регулярно приезжаете, не забываете про нас. Терпятся наши все вопросы, эмоции. Еще бы хотела сказать, что у вас очень чистая, светлая, прекрасная жена. Я думаю, что это большая удача иметь такого человека в семье. А вы лекции послушали? Просто прекрасно все же. Спасибо. Таких ночей просто. Спасибо. Большая удача передать ей, чтобы она сам ушла. У меня этот вопрос, как-то тихо, постепенно, потихонечку, вся молитвная практика ушла полную на ноль. Потому что я как бы не могу представить себе жизнь, как там в драме ходить, там молиться как-то. А сейчас спокойно уже. Что я что-то не... Ну, для здоровья или что-то я не то делаю, что вот как-то так ушло. А это ни при чем-то. Это период в жизни такой, когда человеку надо заставить себя, заставлять. Уже раньше было приятно это делать, а сейчас надо заставлять. Это Бог так испытывает. Он же вам давал раньше вот это чувство? Не надо. А теперь не дает. Значит, вы должны сами вырабатывать. Ой-ой-ой, не надо идти к прожектора. У меня просто глаза больные, как бы, скажу, давление глазные полы, что это соцвет. То есть нет. Ну, просто заставлять, ну, как делать, понимать, что надо и все. Да. Угу. Я наездился, сегодня проснулся и вставать не хочу. А, у меня в одиннадцать онлайн. И надо же быть, это реки Нэйчим, а не вареной курицей. Вот. И поэтому я зарядку сначала начал делать. У меня зарядка такая хорошая. Я начинаю просто головой лакать. Так, вообще не о чем. Долго мотаю голову. Так. Потом намотался головой и делаю планку. Потом вот так мотаю голову. Начинается все, как бы, очень спокойно. Не психика, она выдерживает все. А потом дальше двести шестнадцать наклонов. И сначала, как деревяшка, потом все больше и больше наклоняюсь. Под конец уже нормально. Потом там отжимания, приседания, на руках стою. И заканчиваю все так очень серьезно. И потом раз в воду холодную. А мне что в Питере нравится. И скрамы всегда, даже летом идет нормальная там. Холодная вода. Плюс пятнадцать. И это так вот сейчас идет. Полежал в холодной воде. И все. И жизнь пошла. И так вот. Это уже, я уже налетал тридцать тысяч километров. Это же немало. И тело, если, это называется, полезная привычка. Такая классная вещь в жизни вообще. Ты не хочешь делать? Пусть есть, но уж привык. В этом раз опять силы есть. Это так классно. Ой, Саша, мне стул не тот дали. Надо поменять мне будет стул. Что бабочки здесь не сядешь в этом, на этом суде. Поэтому, just do it. Спасибо. Спасибо.